Всем привет! Рада вас видеть! Сегодня я хочу поговорить с вами только о двух продуктах, которые очень требуют внимания именно в июне месяце. Не знаю, с чем это связано, но компания создала нам в июне просто суперпредложение, в подарок которому вы можете получить самую нашумевшую мейкап вещь, которая только может встретиться в интернете и в принципе в домашнем использовании, потому что как только она появилась на мировом рынке и я не узнала, я тут же ее купила за вешенные деньги уже много лет, пользуюсь этим замечательным приспособлением. Конечно же речь идет о бьюти-блендере, я еще не дождалась спецпредложения, которые я получу от компании, но хочу поделиться с вами своим старичком, этим бьюти-яичком, который на самом деле является обычным спонжем для нанесения тональных средств. Но нельзя сказать, что это обычный спонж, потому что это все-таки смарт-продукт, который обладает достаточно, знаете, уникальными свойствами в плане нанесения тональных средств. С этим бьюти-блендером процесс нанесения тоналки становится просто элементарным. Здесь не нужно никаких особых движений, никаких особых техник. Здесь нужно просто нанести этот продукт по вашему личику, и если остались излишки, вы можете прибывающими движениями это все снять с лица. Чем хорош этот бьюти-блендер? Когда он приходит и когда он в сухом состоянии, он в раза два или в три раза меньше. И его нужно использовать обязательно влажным. То есть для меня процесс нанесения тонального крема, это всегда перед этим нужно его промыть. Промываю я его. Есть специальное мыло для бьюти-блендера, есть специальное сухое мыло, да, есть в виде геля, есть оно сухое для того, чтобы его хорошенечко вымыть. Оно у меня уже давным-давно закончилось, и я использую обычное жидкое мыло для того, чтобы его вымыть. Это мой бьюти-блендер только после макияжа, поэтому как раз в рабочем таком виде я решила вам его показать. Сразу по этому бьюти-блендеру видно, какой стороной я чаще пользуюсь, да, это остренькая сторона, которую очень удобно наносить во все труднодоступные участки. И основное движение этим бьюти-блендером промакивающее, да, скажем так, прибивающее. Чем он отличается от обычного спонжа? Тем, что когда вы его промываете, он наполняется водой, и тем самым он только может, да, запачкаться в тоналку только сверху. Он не впитывает, как обычные спонжи, тональную основу, потому что он наполнен водичкой, и самой тональному средству там просто некуда действовать. Тонального средства нужно совсем чуть-чуть. Самое удобное, что можно делать этим бьюти-блендером, это маскировать зону вокруг глаз, да и в принципе это просто супер универсальный продукт. Оригинальный бьюти-блендер, он представлен в трех видах, самый универсальный, это именно розовый, есть также еще белый и черный. Черный, он идет с приставочкой PRO, то есть он имеет очень плотную текстуру и применяется больше для профессиональных макияжей. Он наносит более плотным слоем, более плотные текстуры. Розовый, он подходит, ой, вернее не розовый, белый, он подходит для очень супер легких текстур. Он, когда намокает беленький, становится просто очень мягенький. И как бы если есть какие-то нюансы на лице, они у нас у всех с вами есть, то лучше всего выбирать розовый. И как раз в подарок, к спецпредложению, которое компания выдвинула в июне, в котором участвует тональная основа оттенков, самых ходовых оттенков. Заметьте, слоновая кость 5, беж 3 и беж 4, как для нормальной сухой, так и для комбинированной жирной кожи. Минеральная рассыпчатая пудра, слоновая кость 2, наша любимая. И самая лучшая, самая крутая в мире тушь, Lush Intensity. И вот заказывая всего три самых необходимых продукта, вы получаете замечательное яичко в подарок. И на самом деле не зря этот набор спецпредложений называется «Возьми в отпуск», потому что на самом деле скоро сезон отпуска, и хочется брать с собой в дорогу просто минимум продуктов для того, чтобы не занимать чемоданы, горными косметиками, а лучше взять с собой, например, лишний купальник. Ну, кому что. В общем, наконец-то у нас появляется эта удивительная бьюти-штучка. И мы теперь можем сказать, что мы просто в супертренде, еще в лучшем, чем обычно. Поэтому тональное средство, тушь и пудра, и пьюти-блендер розового цвета вы получаете в подарок. Ну и, конечно, я просто обязана вам рассказать о тональном сиси-креме, средний оттенок которого в этом месяце, июне, вы можете приобрести со скидкой 50%, это счастливая дюжина. Ну и, в принципе, хотела рассказать об особенностях тонального сиси-крема, чем он отличается от биби-крема, и вообще, что такое сиси-крем. Море информации сейчас существует в интернете, но очень много воды, и я хотела бы сделать вот такой краткий видеообзор тональных сиси-кремов. Вообще, изначально появились биби-кремы. Биби-кремы в переводе означают «Blemish Balm» – бальзам для корректировки недостатков. Они появились в 60-е годы в Германии. Их изобрели пластические хирурги для того, чтобы дать возможность своим пациентам маскировать послеоперационные швы средством, которое еще является уходом. Потом тональные биби-кремы появились в Корее, потому что азиатки – это одна из тех наций, которые полностью, знаете, перфекционисты в плане кожи, в плане качества лица. И сиси-крем – это в переводе «комплит-контроль», да, то есть комплексный контроль цвета, контроль состояния кожи. То бишь, в биби-крем мы добавили еще массу преимуществ, и в биби-крем мы стали более совершенной версией, да, и это появились сиси-кремы. Тональный сиси-крем наш непосредственно. Это средство, которое имеет массу преимуществ, это просто уникальный продукт, который, особенно летом, особенно тогда, когда не хочется нагромождать свою кожу лишними какими-то продуктами, особенно, когда наступает пора отпусков, и вам нужно взять с собой минимум средств, когда вся общественность и вся мода, и весь интернет пестрит понятием «бэйби-фэйс», детское лицо, когда кожа должна, тон кожи должен светиться, она должна быть полупрозрачной, она должна быть ухоженной, но при этом максимально естественно, сиси-крем – это лучший вариант, который только можно выбрать. Это средство, которое нужно наносить просто пальцами, без каких-либо дополнительных средств. Ну, можно, конечно, и наносить его бьюти-блендером, хуже от этого не будет, но просто я к тому, что в самых походных условиях это средство будет великолепно работать. Его можно нанести на любую кожу, ухоженную, неухоженную, красивую, некрасивую. Их всего три оттенка, да, вообще четыре, но для нашего европейского типа внешности, да, четвертый оттенок совсем уж темный, поэтому я делаю акценты, говорю о том, что их всего три – светлый, умеренно светлый и умеренно темный. И если моим фаворитом всегда во все поры года, помимо, наверное, лета, когда кожа уже чуть-чуть загорит, мой фаворит – это светлый тональный CC-крем, потому что мне он нравится такой легкой чистотой, оттенком айвори, да, оттенком слоновой кости, то в летний период именно средний оттенок – это тот лучший вариант, который может вам подойти, да, вот светлый, допустим, оттеночек, для того, чтобы вы смогли сделать вывод. Вот средний оттенок, на который сейчас идет акционная цена. То есть я потом ближе поднесу к камере, разница есть. И вот третий. Средний оттенок, он немножечко идет с розовинкой, и он будет подходить большинству женщин. Умеренно темный – это у нас оттенок, он с желтинкой идет, да. Видите, что все тональные CC-кремы, они максимально подстраиваются под тон кожи и выглядят максимально естественно, даже если разнести тональный CC-крем умеренно темный, он тоже пропадет, и кожа будет выглядеть более загорелой, но при этом не будет маски. Что лучше? Постоянно у меня спрашивают, тональный крем или CC-крем. Ну, это невозможно сделать вывод, это то же самое, но не знаю, что спросить, что лучше, мед или сахар. Это разные вещи абсолютно, CC-крем – это более уникальный продукт, который защищает от ультрафиолета, который выравнивает поверхность кожи, который дополнительно подсвечивает, делает цветокоррекцию за счет входящих в состав светоотражающих частиц. Это средство, которое, ну, знаете, не глядя в зеркало, можно нанести. Но при этом, если у вас очень жирная кожа или очень проблемная кожа, или вам нужен более выразительный макияж, да, этот продукт не подойдет. Если ваша кожа нормальная, сухая, если ваша кожа, ну, комбинированная, но не очень жирная, если вы взрослая женщина, если вы молодая девушка, ну, вот при любых обстоятельствах, если вы средняя девушка, то анальный CC-крем подойдет. Его можно наносить также даже в качестве праймера под тональную крем-пудру. Это будет вообще такой, ну, знаете, более плотный слой, но в то же время это будет смотреться очень красиво. На нем очень хорошо тушуются все продукты. Если этот еще тональный CC-крем дополнить прозрачной пудрой, то вы вообще создадите максимально естественный и красивый тон. Мне очень нравится, что компания выбрала именно золотую середину, и предложила именно средний тон, как будто рассыпчатая пудра слоновая козь 2, обязательно киньте в свой заказ, это великолепное средство. Если вы берете для себя спецпредложение, о котором я рассказывала до этого, с бьюти-блендером, и у вас будет тональная основа, например, для комбинированной жирной кожи, так как это лето, да, вам хочется мотировать эту зону, то CC-крем вы можете использовать в качестве корректора для зоны вокруг глаз, так как он имеет очень легкую текстуру и не утяжеляет область вокруг глаз, поэтому он вам все равно пригодится. И минимум средств, максимум удовольствия, минимум усилий и максимум результата. Я вам очень рекомендую воспользоваться двумя такими кричащими предложениями, которые компания приготовила в этом месяце. И еще по поводу количества нанесения тонального CC-крема. В принципе, количество CC-крема нужно наносить примерно столько же, сколько вы наносите дневного крема на лицо, да, совсем чуть-чуть, не самое главное не перегрузить. Но выбирать его и подбирать оттенок нужно не где, там, на руке, на ноге, на там где-нибудь, а именно на переходе шеи и лица, на периферии вот этой части, для того, чтобы максимально подобрать тот цвет, который подходит именно вам. И пробуйте, экспериментируйте, CC-крем вам в руки, да, и желаю вам оставаться красиво и использовать все выгоды, которые приготовил для вас июнь.